Салют! Вы находитесь на канале Барахольщик, и сегодня у меня огромная куча посылок, которые я хочу распаковать у себя на канале перед Новым Годом. Ну и пока я буду распаковывать посылки, расскажу откуда они, от кого, и, наверное, давайте начнем с посылки среднего размера. Здесь и совсем маленькие посылочки, заканчивая крупными коробками. Давайте вот распакуем среднюю коробку. Какие-то посылки были куплены благодаря вам, вашей, так сказать, спонсорской поддержке на моих стримах. Тут будут вещи, которые я давно хотел себе на канал. Какие-то посылки я купил себе в честь Нового Года. Ну и тут будет много всякого разного. Так, первая посылка. Здесь у нас находится картридж для приставки Nintendo Switch. Это у нас игра Diablo 3. Тут еще в посылке есть какое-то письмо. Дорогой покупатель, привет, меня зовут Пингвиненок Уруру. Я талисман и работник магазина Ультрагеймер. Хочу сказать тебе спасибо за покупку моего товара. В моем магазине ты также можешь найти и другие интересные для тебя товары. Игровые приставки, геймпады, диски, картриджи, конструкторы Lego, фигурки Funko Pop, амибо и другие фигурки, персонажи, кружки, коврики для мышки и многое другое. Что, прям прикольно такое письмо положили. Да, оставлю им отзыв. Саму игру я купил на Сбер Мегамаркет. Причем я даже как бы не планировал покупать Diablo 3. Но Сбер Мегамаркет мне сделал скидку в 1000 рублей, из-за чего игра вышла дешевле намного. Плюс я давно хотел себе именно 3-ю Diablo в коллекцию на полочку. Именно на физносителе, потому что у меня уже давным-давно было накуплено в цифре на 360-й коробке на 360-м Xbox. Но на физносителе у меня не было. Причем на 360-м Xbox не вышло последнее дополнение с Некромантом. А вот здесь, как я вижу, на картридже, получается, нарисованы все три версии. То есть оригинальная Diablo 3, дополнение Reaper of Souls и дополнение с Некромантом. Причем картридж, ну, силдовый, понятное дело, его купил новым с магазина. Давайте посмотрим, что внутри у этого картриджа. Пока пленку распакуешь, это пипец. Неохота, чтобы повредить саму обложку. О! Так. Наверное, как обычно по традиции, здесь внутри нихрена не будет лежать, кроме самого картриджа. Да. Блин. Вообще прям скудно. Внутри даже никакого арта на обложке нету. Только один голый картридж Diablo 3. Ну, ладно. Это у нас пойдет в коллекцию. Теперь. Если кто-то, кстати, хочет увидеть 3-е Diablo на стримах, то прошу, пишите в комментариях об этом. Возможно, даже я пройду 3-е Diablo не один на стримах. Если, кстати, вы не обратили внимания, у меня там на телевизоре крутится вся рождественская реклама Coca-Cola, начиная с 97-го года и все ее вариации. Так как у меня обычно Новый год был связан именно с этой рекламой, то я решил, почему бы и нет. Запущу ее сегодня фоном, чтобы создать больше новогоднего настроения. Так, ну что, давайте теперь, наверное, перейдем от средней к мелкой или крупной посылке. Давайте вот мелкую распакуем. Она у меня вот здесь ближе всего. Это у нас посылка с Алиэкспресс. Я знаю, что в этой посылке, причем посылка шла очень долго, к сожалению. Причем забрал только вчера. Я все эти посылки копил очень-очень долго. Думал специально, накоплю их побольше, чтобы можно было сделать прям большую распаковку всех посылок перед Новым годом. И вот этот картридж, все эти посылки пришли уже очень давно. Их все, получается, здесь шесть. И вот эта посылка, она была заказана еще в начале ноября, когда вы мне, получается, по-моему, на Хэллоуин, на стрим по Хэллоуину, ну, вы мне добили, короче, сумму для того, чтобы я купил флэш-картридж на приставку Sega Mega Drive. И вот она сразу же заказал на Алиэкспрессе. И вот он пришел только вчера. Получается, сегодня я снимаю этот ролик, сегодня 17 декабря. Но, наконец-то, он пришел к этой открыточке от продавца с Алиэкспресс. Hello, dear friend. Friend, thank you for... Бла-бла-бла. Короче, спасибо, что выбрали наш продукт. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Э, блин. А как они его еще засунут? Там этот пакет с зиплоком. Да пипец. О, достался. Так. Эй, блин. Уже вижу, какие косяки китайской продукции. Корпус, получается, от старого флэш-картриджа под большие флэшки, просто SD-шные. То есть, вот здесь расточено отверстие под большие флэшки, а внутри вставлено обычное microSD. То есть, не могли бы уже корпус красивый отлить под microSD-флэшки, какие они получились. И потом стали поставлять с флэш-картриджами. Блин, жопа. Вот. А так, это вот, типа, копия флэш-картриджа от Krixa V3 Pro. Точно не могу сказать все особенности этого картриджа, но надо как-нибудь изучить все его особенности и сделать огромный полноценный выпуск о всех флэш-картриджах, которые есть у меня в коллекции. Потому что вот это вот последний, которого мне не хватало. У меня теперь есть флэш-картридж для Famicom, Super Nintendo, Nintendo 64, для Nintendo DS есть флэш-картридж. И вот теперь еще для Sega Mega Drive есть картридж в коллекцию. Сразу отправляется на полку. А мы переходим дальше. А что у нас дальше? Ну, остались на столе уже посылки крупные. То есть, самые мелкие я распаковал. Ну, давайте вот. Следующая посылка с Алиэкспресса. Тоже посылка, купленная за вашу поддержку на моих стримах. Тоже то, о чем я уже давно думал себе заказать. Причем по этой штуке я сниму отдельный ролик. Рано или поздно. Скорее всего, даже рано. Как же вы думаете, что здесь такое? Та-дам! Здесь сменный корпус для приставки PSP. Вот здесь у нас все кнопочки вижу. Здесь все наклейки, здесь все винтики, шифты. И вот здесь, наверное, да, в самой коробке корпус. Да, это он от тысячной модели. Почему я заказал корпус? У меня есть уже моя PSP. Но у тысячной, у Фатки, у самой первой модели, есть огромная проблема. У нее корпус, он получается со временем крепления под винты, они ослабевают. И корпус начинает люфтить. И из-за этого перестает работать джойстик. Потому что джойстик, он никак напрямую к плате не подключен. Просто через контактные дорожки он к самой материнской плате прилегает. И корпусом прижимается, чтобы был сам контакт. То есть, если корпус начинает ослабевать, люфтить, то у джойстика пропадает контакт с материнской платой. Потому что он никак на ней не закреплен. Просто контакты друг к другу поджимаются через контактную резинку. Поэтому я давно уже хотел заказать корпус, потому что PSP полностью в рабочем состоянии. Но не работает джойстик, потому что корпус расхлебан. И сами крепления под винты уже износились. Поэтому уже не получается его стянуть до конца. Я сначала думал, что может попробовать напрямую к материнской плате джойстик припаять тонкими проводами. Но потом подумал, что это будет колхоз. Это будет не оригинально. Причем, если мне надо будет консоль разобрать, то это будет гемор. То, что верхнюю крышку уже просто так не снимешь. Да и надо каким-то образом будет это все собрать еще на весу. Поэтому решил заказать новый корпус. Причем корпус я заказал именно белого цвета. Изначально хотел что-то поярче заказать, но потом почитал отзывы о том, что китайские корпуса по качеству хуже, чем оригинальные корпуса от PSP. И поэтому я решил заказать белый корпус только с той целью, чтобы по максимуму оставить все целые комплектующие родные. То есть всякие кнопочки и прочее-прочее я оставлю им на родноге. Ну, в общем, получится такая сборная соляночка. Ну, ожидайте ролик о ремонте приставки PSP. Точнее, о замене корпуса. О FAT-модели. Так, ну, на очереди вот теперь вот такая огромная посылка. Причем, которая прям суперлегкая. Но почему-то она огромная. Что у нас здесь? Так, коробка огромная, а в коробке много воздуха. Причем в коробке я вижу какие-то непонятные штуки. Это похоже на какую-то форму из-под какого-то картриджа. Но я такого не заказывал. В этой коробке внутри еще одна коробка от Почты России. Давайте смотреть, что здесь. И здесь у нас еще один картридж для приставки Nintendo Switch. Причем я уже узнаю через пупырку, что это за карик. Карик, получается, я выиграл на аукционе. Есть аукцион по ретро-играм. Не буду называть его название вслух, потому что я могу спутать название с другим аукционом. Я просто сейчас на экране здесь высветится название, где проходят аукционы ВКонтакте по всяким различным ретро-вещам, играм и прочим. Так, тут пусто, больше ничего нет, больше ничего нет. И вот на аукционе, короче, я выиграл игру, которая вышла этим летом по черепахам ниндзя. Shredder's Revenge. Я на стримах ее уже проходил на ПК, но мне очень сильно хотелось эту игру в коллекцию себе. Причем, кстати, игра азиатская, потому что все прям на иероглифах. Ну, ничего страшного. Хотел себе в коллекцию сильно этот картридж, потому что мне игра, как минимум, сама понравилась очень сильно. Да и плюс, в комплекте с этими играми, насколько я видел распаковки у Pixel Devil на канале, у других людей, то в комплекте здесь лежат всякие ништяки в коробке, что я очень сильно люблю. Хотел себе изначально коллекционку вообще по этой теме, но коллекционка все-таки стоит дофигища. Так, ну, вот они черепахи и... И пиздец. Это пиздец. Посмотрите распаковки в этой игры на свеча, либо на плойку, на других каналах. Вот вы сейчас видели, я распаковал его при вас. Это... Пиздец. Где мой брелок? Где мой мануал? И где внутри красивый красочный арт? Теперь я понял, почему мне так дешево обошелся этот аукцион, потому что я лошара. Это, походу, картридж, не который продавался в магазинах, а который шел непосредственно с самим коллекционным изданием. Потому что я смотрел распаковку коллекционного издания, и вот как раз таки в коллекционке брелок лежал отдельно с мануалом, а вот сам картридж, получается, шел галыш. Говно. Ну что, как минимум, зато он достался мне в два раза дешевле, чем он стоит на рынке. Ну ладно, хрен с ним, будем без брелка сидеть и без мануала в коллекции. Можно, если уж прям что бы мне не было так обидно. Потому что здесь еще, я знаю, внутри типа идет красочный арт в виде таких полосок получается, разноцветных. И на каждой полоске изображен, получается, персонаж, за которого можно играть. То есть все четыре черепахи, Эйприл, Сплинтер и Кейси Джонс, по-моему. А тут даже арта внутри нету. Ну блин, ну свинство какое-то. Че за свинство? Я понимаю, что ладь, но окей, этот экземпляр игры вытащен из коллекционной коробки. Не для самостоятельной продажи. Ну блин, ну неужели они не могли напечатать? Я ненавижу тот момент, когда я открываю, короче, игру на Nintendo Switch. Сам бокс. И внутри меня встречает вот такое вот белое убожество просто. Вот взять любую игру, абсолютно любую игру, пусть это будет та же самая Zelda Breath of the Wild. Главное, чтобы не упало всех моих картриджей. Вот, мы открываем коробку. Бабах, тут артец какой красивенный, заебенный. То есть прям вот, ну радуется просто вот глазка. Когда вот ты вот так вот коробку открываешь, и есть просто на что еще посмотреть. А не вот это вот говно, блин. Когда открываешь, и здесь тебя просто встречает белый долбанный лист внутри. Я, конечно, попытаюсь как-то это исправить. У меня есть цветной принтер, фотобумага. Я распечатаю сюда какой-нибудь арт, вложу его под обложку. Но, блин, как минимум где-то да еще мой мануал, и где мой брелок. И вот Diablo тоже, блин. Eternal Collection, то есть все три дополнения. Что это за говнище, блин? Почему оно здесь белое? Здесь только написано, блин, лицензионное соглашение мелким шрифтом в этом углу. Что-то мне сегодня на Nintendo Switch не особо-то везет. На карике какие-то они слишком стрёмные попадаются. Так, и у нас еще осталось две посылки. Давайте самую большую распакуем под конец. Вот у нас посылка от Сбер Мегамаркета. Еще одна. Здесь у нас лежит комикс про Бэтмена. Это у нас девятый том. Кто давно меня смотрит, знает, что я собираю коллекцию комиксов по Бэтмену. И я собираю именно коллекцию DC Rebirth. Да, это получается вселенная DC Rebirth. Это у нас девятый том. Кстати, опять какое-то говно. Это девятый том. А теперь скажите мне, на милость какого... Я сейчас даже, извините меня за выражение, я сейчас его распечатаю. Куда я ножик дел? Азбука. Вот сейчас я обращаюсь лично к вам. Если вы меня смотрите, либо тот, кто меня смотрит, сможет связаться с представительством азбуки, скажите мне, какого уя вы так сделали? Сейчас я объясню, что я имею в виду. Это том номер 8, а это том номер 9. Причем это серийный том. А теперь скажите мне, какого хера раньше на всех томах стояла цифра внизу с нумерацией тома, а на девятом томе цифры нету? Как это будет смотреться корешками на моей полке отвратительно теперь? Я знаю, что это девятый том, но почему-то здесь нет цифры 9. То есть у меня стоит на полке комиксы с первого по восьмой, и здесь нету цифры 9. Мне что, его ручкой теперь подписывать? Азбука. Что за... Там, блин, картридж из коллекционки попался. Белые обложки внутри. На девятом томе почему-то нет цифры 9. Вы издеваетесь просто, вот серьезно вы издеваетесь. Вот внутри будет написано, что это девятый комикс. У меня там, кстати, закончилась реклама на ютубе Кока-Колы, и началась какая-то совершенно левая другая реклама. Причем я вижу, там какая-то дичь идет. Где моя цифра 9? Интересно, на этих комиксах была цифра? Ну тут хотя бы есть книга 8. Кошмары темного рыцаря. Тут и на корешке написано, и на главной обложке написано, что это у нас книга 8. Где здесь название книга 9? И здесь везде книга 8. Книга 8. Короче, еще-то как-то, блин, посылки новогодние. Мне новогоднее настроение немножко начинает портить. Отправляется на полку наш Бэтмен без цифры 9. Походу придется реально взять синий маркер и здесь девятку подрисовать, чтобы это не смотрелось так убого. Азбука. Вы мудаки. Я вас люблю, но вы мудаки. Так, ну и последняя посылочка. Последняя посылка, которая мне пришла из магазина 28. Надеюсь, хоть вы меня не разочаруете, чуваки. Я всегда у вас заказывал всю жизнь комиксы. И надеюсь, вы меня не разочаруете. Так, ну, здесь внутри посылки вот такие два свертка. 28-й всегда им отдельный респект. Они комиксы заворачивают в 100-500 слоев полиэтилена, причем отдельно усиливая уголки, для того, чтобы под транспортировки ничего не испортилось. Ну и давайте начнем с какого? С маленького свертка. Так, ну и здесь в этой посылке у нас лежал еще один картридж для свеча. Я надеюсь, хотя бы здесь он внутри будет, как минимум, без белой обложки. Это у нас, кстати, игра Bayonetta 2. Очень сильно хочу собрать всю трилогию этих игр. Купил я картридж за 3000 рублей. Мне понравилось то, что 28-й стали торговать БУ-играми для свеча и PlayStation. Да, и я, конечно же, хоть где-то кайфанул, где-то хотя бы есть цветной артик. Получается, здесь у нас... А, это этот код для загрузки первой части. Но код 28-й, честно написали, что код уже активирован, поэтому я по этому коду игру не смогу загрузить. Ну, вот здесь хотя бы есть внутри артик от самой первой части Bayonetta и сама обложка от второй. Получается, из-за того, что типа это БУ-игра, причем с активированным кодом, стоила она в разы дешевле, чем она продается. Даже на Алиэкспрессе, не говоря уже про наши российские магазины, там типа Озон или что-то других. Вот, поэтому я очень сильно доволен, что я на 28-м урвал за такую, за вкусную цену этот картридж. Теперь осталось купить в коллекцию оставшиеся две части. Первую и третью. И, кстати, можно было бы их постремить даже. Игры очень клевые. Кто не знает, то Bayonetta это игра чем-то похожая по стилистике на игры Devil May Cry, только здесь мы играем за ведьму. Единственный нормальный картридж моей коллекции новый, потому что внутри прям открываю, и тут красота. Так, и последний сверток. Я уже его так, наверное, разворачивать не буду сильно. Или будем? Ой. Там вообще какая-то уже дичь, по-моему, началась у меня. Но мне так лень вставать переключать. Хотя, наверное, я все-таки встану и переключу эту дичь на что-то другое. Включил первое попавшееся на ютубе, что выскочило на телеке чисто для фона. И у меня выскочил Южный парк, поэтому нехай он там фоном что-то показывает. А мы приступаем к распаковке следующей посылки. Ну, это, точнее, не посылка, это посылка одна этажа. Здесь был картридж от Bayonetta от магазина 28. Но это последнее содержимое на сегодня, что я распакую. Ну, и здесь, особенно олдфаги моего канала уже должны понимать, что я заказал. То, что я заказываю постоянно каждый Новый год себе. То, на что я постоянно уже делал распаковки, обзоры. Это, конечно же, комиксы по моей самой любимой франшизе. Которые я собираю с огромной любовью. И которые у меня пока что собраны в полном объеме на данный момент теперь. Потому что мне пришли два недостающие комикса. Ох, этот запах свежей типографии. Я прям чувствую его. Та-дам! Ох ты! Мне еще и бонус положили. Даже не один бонус. 28 я вас люблю. Самый лучший магазин. Это 28. Вот честно, они мне уже не первый раз кладут какие-то подарки. Перед тем, как я покажу основные комиксы, которые лично я заказал. Они мне положили еще один сольник по Людям Икс. Что если Люди Икс погибли на своем первом задании? Блин, первый раз вижу такой сольник вообще. Давайте его распакуем. Блин, 28. Вы самый лучший магазин. Я вас обожаю. Вот столько посылок распаковал. Там одно говно. В той посылке другое говно. Распаковал посылку от 28 сразу. На тебе икарик шикарный. С артом внутри. А не с белым фоном. И еще и комиксов в подарок наложили. И вот сразу поднимается настроение. Блин, обожаю вас, ребята. Не зря я оставил вашу посылку под конец. Сначала было горечь разочарования. И потом, благодаря вам, у меня снова настроение выросло. Да, это у нас вот комикс. Что если Людям Икс погибли на своем первом задании? Первый раз вижу такой комикс. Ну, с удовольствием его почитаю. И еще в подарок они мне положили комикс. Росомаха против Блэйда. Вот это вообще не ожидал увидеть. О, какая красота. И здесь прям, блин, мне нравится эта стилистика. Она прям мега шикарная. Это тоже такой сольничек. Ну, прям офигительный сольник. Прям нарисовано офигительно просто. Настолько офигительно, что ух. Как будто бы, блин, это фотографии какие-то даже, а не рисовка. Не, я понимаю, что это рисовка. Но вот прям больше на фото похоже. Блин, шикарно. 28-й. Спасибо за подарки комиксов к Новому году. Сольничка в таких коллекцию. И что лично я заказал в 28-м. Это недостающие комиксы в коллекцию по Звездным Войнам. Я в 28-го всегда постоянно заказываю комиксы по Звездным Войнам. Каждый год которых мне не хватает в коллекцию. Главное, если пальцы не чекрыжить. О. Так. Звездные Войны, Вейдер, Тёмное Видение. Как обычно. Всё прям тоже must have. Шикарно. Блин, я сейчас походу буду сеть и вместо распаковки читать комикс. Потому что я так чисто пролистал пару страничек. Я не знаю сюжет этого комикса. Но тут прям что-то прям очень необычное. И последний комикс. Звездные Войны, столкновение Кайло Орена. Конечно, все захейтили 7-й, 8-й и 9-й эпизод. Вообще всю трилогию диснеевскую. Я не исключение. Я человек, который захейтил новые Звездные Войны. Ну, в принципе, персонаж Кайло Орена не понравился. В Новых Звездных Войнах. Обложка такая прям стильная. Кайло Орена стоит на фоне шлема Дарта Вейдера. Я так понимаю, этот комикс рассказывает тот самый момент, когда он ещё был джедаем. Да, учеником Люка. Вот такие посылки были на сегодня. Всех хочу поздравить ещё раз с наступающим Новым Годом. В этом году постараюсь ещё попытаться сделать новое видео на канале. И со следующей недели я уже возобновлю стримы, потому что сейчас я сделал техническую паузу у себя на канале. У меня давно не выходили видео. Я давно не стримил по личным причинам, связанным с моей работой. Но вот уже, так сказать, работа моя заканчивается. Сложности, которые у меня возникли с ней. И снова сейчас я смогу вернуться на канал. Если вам понравился этот ролик, не забываем ставить свои большие пальцы вверх, подписываться на канал, если здесь вы оказались впервые. И также отдельно хочу поблагодарить всех людей, кто помог мне купить флеш-картридж для Sega Mega Drive и новый корпус для консоли PSP. Ещё раз всех с Новым Годом, наступающим. И до новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова